Всем привет, ребят, с вами MegaObzor.com В наше распоряжение попала недорогая игровая мышка Genius X1 400 С хорошим набором возможностей, с симметричным корпусом Здесь заявлены программируемые кнопки, подсветка, изменение чувствительности и даже программное обеспечение Стоит она недорого, в районе 1400-1500 рублей Поставляется Genius X1 400 в компактной упаковке из плотного картона, которая неплохо будет смотреться и в качестве подарка Внутри мышка зафиксирована на подложке В комплектацию входит инструкция с описанием действия кнопок и её возможностями настройки Genius X1 400 выполнена в симметричном корпусе Она одинаково удобна и для правшей, и для левшей Такая форма редко встречается, если речь заходит про игровой сегмент Собрана качество, мышка не выглядит бюджетной Внешние поверхности с матовой текстурой, обеспечивая достаточный уровень сцепления Правая и левая стороны с углублениями, практически вся площадь которого заполнена прорезиненным материалом Есть зоны для отдыха пальцев Боковых кнопок мышка лишена Из дополнительных можно выделить клик по колесику и кнопка переключения уровня DPI Основные кнопки с углублением по центру На переключатель заявлен ресурс службы 8 миллионов кликов Колесико по центру с выраженным резиновым протектором Genius X1 400 получил несколько зон с подсветкой Это Scorpion логотип игровой серии Genius Боковые части колесика и кнопка переключения чувствительности Подсветка не настраивается, горит только красным цветом и пульсирует Есть пара массивных тефлоновых ножек Снизу ускоржение отличное на разных типах поверхностей По центру выведен сенсор Место выхода кабель дополнительно усиленно и приподнято для избежания перетирания и излома Кабель с тканевой оплеткой на конце позолоченный коннектор Вес мышки 110 грамм с кабелем Вес не регулируется Как можно заметить в данном манипуляторе Применос сразу ряд решений, которые не характерны для этого ценового сегмента Реализована поддержка программного обеспечения Используется центр управления игровой периферии GX Gaming Мышка определяется автоматически В стартом окне можно менять действия трех кнопок Хотя если быть точнее, это фактически только клик по колесику Если не отрагивать пару основных В разделе производительность создается 4 уровня чувствительности Создается скорость колесика и двойного клика Настройки в целом интуитивно понятны Не забыли и про редакторы макросов Genius X1400 использует оптический сенсор Максимальную чувствительность у 3200 dpi Есть 4 уровня По умолчанию это 400, 800, 1200, 3200 dpi Переключение с помощью кнопки Контролировать выставленный в данный момент уровень Нельзя Только интуитивно по движению курсора В плане эргономики и удобства управления Все достаточно неплохо Хотя честно отметим, что все же адаптированный Под конкретно правую или левую руку По нашему мнению манипулятор такой будет удобнее Но и тут проблем явных не наблюдается Мышка хорошо лежит в руке Сенсор ведет себя предсказуемо Бед срывов и подергиваний Мы проводили тестирование Genius X1400 В играх разных жанров Она показала себя достойной и в шутерах, и в ММО-играх Времени на адаптацию требуется немного Genius X1400 – удачный пример реализации Качественной игровой периферии Даже в бюджетном сегменте К сильным сторонам отнесем Возможные настройки Красную подсветку Регулировку чувствительности Предсказуемый сенсор Хорошее скольжение И сцепление Высокий ресурс службы Кабель в тканевой оплетке Из особенностей выделим симметричный корпус С удовольствием обсудим с вами Genius X1400 в комментариях Ребята, всем спасибо за внимание И пока-пока